Всем желаем отличного вечера, еще буквально чуть-чуть и наступит она долгожданная пятница, но пока мы вас приветствуем, желаем хорошего вечера. Меня зовут Егор Казарез, вы смотрите проект Говорит Губерния. Добрый вечер, меня зовут Вячеслав Куренев, и сразу давайте покажем Нину Хабарову, потому что мне сегодня в WhatsApp написали, мы мало показываем Нину Хабарову, просят почаще показывать, я абсолютно согласен. Да, красоту нельзя скрывать. Да, а теперь к делу. Сегодня, если вы помните, я обещал показать вам женщину, которая переболела коронавирусом, она сама нам написала, хотела выступить перед хабаровчанами, призвать всех соблюдать меры предосторожности, потому что она болела очень тяжело. Но сегодня утром пришли результаты анализов ее ребенка. К сожалению, у ее ребенка тоже коронавирус, и вот она снова с самоизоляцией. Давайте пожелаем скорейшего выздоровления. Конечно, здоровья, здоровья. Да, да, да. И призываю к остальным переболевшим, все-таки их достаточно уже много в Хабаровске, да. А сейчас вот количество вновь заболевших и выздоровевших, ну, почти сравнялось. И у меня просьба, напишите, давайте вы придете и расскажете, потому что по-прежнему нас обвиняют в том, что мы придумали. Да, уже больше тысячи случаев, 51 новый случай за сутки, и как раз 415 выздоровевших. Но, к счастью, новых смертей не было. Это безусловно. Ну, а сегодня мы займемся не коронавирусом, а сразу несколько наших зрителей, которые при этом работают в городской администрации, рассказали, что их начальство просит их зарегистрироваться на портале «Голос-27» и оценить работу мэра города Хабаровска. Напомню, что портал «Голос-27» был организован еще во время предвыборной кампании Вячеслава Спорт, если не ошибаюсь, для обратной связи с избирателем. Очень хорошее, кстати, дело. Потом какое-то время про него не было слышно, а вот сейчас его снова стали раскручивать. И там вот, к примеру, мэр Хабаровска набрал 75% из 100 возможных, то есть 75% проголосовавших довольны работой мэра города Хабаровска. То есть только поздравить, Сергей Анатольевич, с такими результатами. Да, да, мы считаем, что это просто замечательно, когда власть интересует тем, что думают они и зрители, и решили в этом даже помочь, потому что вот, к сожалению, там процедура регистрации на «Голос-27» довольно сложная. Я сегодня полчаса регистрировался. В результате там всего 270 человек пока оценили работу мэрии, а у нас каждый день вот тысячи проголосовавших, да? Да, какой тысяча? Иногда и до 10 доходит. Давайте сегодня поможем узнать власти, что о ней думают. Мы предлагаем вам оценить работу мэра, но чтобы не валить вот так вот все в одну кучу, предлагаем сегодня разобрать дороги, какими они стали за последний год. Перед тем, как объявить тему интерактивного голосования, я зачитаю буквально парочку комментариев. Кто-то считает, что когда укладывают дороги, то один сантиметр асфальта кладут действительно на дорогу, а вот пять сантиметров, если в пересчете на денежный эквивалент, то уже кто-то кладет себе в карман. Кто-то считает, что дороги у нас убиты в хлам, очень плохие дороги, особенно если уже выходить за рамки Хабаровска, жалуются на трассу Хабаровск-Комсомольск, но есть и те, кто наоборот, говорят, что обратили внимание на то, что дороги стали лучше, ремонт много, где в городе уже сделан. Ну и пишет Ломака, говорит, может быть, ей, конечно, попадаются такие хорошие дороги, но это ее мнение. В общем, задаем вопрос вам. Дороги в Хабаровске за год стали лучше или хуже? Если вы считаете, что дороги стали лучше, и вы довольны качеством дорог, то ваш номер телефона 47-99-91. А вот если вы оцениваете работу на тройку и ниже, и считаете, что качество дорожного полотна в городе стало только хуже, то ваш номер телефона 47-99-92. Интерактивное голосование мы начинаем прямо сейчас. Ну, как сказал Слава, поможем власти понять. И, может быть, сделать какую-то потом... Да, я объясню, почему дороги. Потому что вот на том же Голос 27 там отдельно оценивается состояние дорог. Вот видите там. Да, собственно, мы ничего не придумываем, мы просто помогаем вот мэрии добиться результата. Ну что ж, очень интересно узнать результат. Поделимся им в конце программы. Ну, вы можете отслеживать их в режиме реального ритма. Ну, и для затравки покажу. Вот последнее видео к нам пришло. Мы уже рассказывали про состояние дорог в Волочаевском городке. Там же находится улица служебная, да? Да, по-моему, если я не ошибаюсь, да. Но тут нужно разбираться, относится ли эта дорога к муниципалитету или нет. Ну, вот-вот-вот. Сняли очередное видео. Ну, насколько я знаю, в принципе, все там передали введение муниципалитета. Я согласен, что вот дорога возле Волочаевского городка непосредственно в нем, это что-то, это что-то. Это сплошная полоса препятствий. Как местные шутят, чтобы враг не прошел. Да, это тоже. Так после бомбежки тоже многие сравнивают наши дороги в городе. А с другой стороны, в армии что нужно делать, солдат? Преодолевать все тяготы решения воинской службы. Вот, пожалуйста, это как раз первое на пороге вот этой самой войны. В общем, наш телефон 456645. Звоните, высказывайтесь. Только прошу высказываться конструктивно. И очень хорошо будет, если какие-то люди позвонят и расскажут, что дороги стали лучше. Потому что лично я вот, ну, не могу пока однозначно ответить на вопрос. Я тоже, честно говоря, у меня нет однозначного мнения. У нас точно дороги лучше, чем во Владивостоке. Это даже не обсуждается. С другой стороны, мне кажется, что за последнее время вот изменений я лично особо не увидел. Хотя одно время действительно дороги становились с каждым годом все лучше и лучше. У меня только единственный вопрос, почему некоторые трассы после ремонта необходимо снова ремонтировать. Ну, и в качестве нашего эксперта сегодня будет Софья Епифанова. Спасибо большое. Ты замечательный журналист, но и депутат, напоминаю, Хабаровской и Краевой Думы. И при чем ты представляешь Красную Речку? Я представляю Хабаровский край, сказала бы я так. Потому что Красная Речка – это только часть индустриального района и только часть моего избирательного округа. И, кстати, по улице Волочаевской, по дороге вот этой в Волочаевском городке, она не передана муниципалитету. Пока что идут разговоры об этом, да. И, в общем, дорога, так скажем, ничья, и поэтому она такая. Но самое интересное, что если она даже будет чья-нибудь, не факт, что она быстро станет лучше. Потому что жалоб на эти дороги у нас масса. Особенно как раз вот о том, что вот ты уже сказал, что вроде бы недавно ремонт делали, но почему-то как-то не вышло сделать его хорошо. И опять же, вот я так смотрю, я могу, конечно, ошибаться, но вот Волочаевский городок, да вот дорогу, которую мы показывали, вроде бы там асфальт-то не очень старый. В том-то и дело. То есть вроде бы недавно ремонт, может быть, очень тяжелая машина у Минобороны. Я уж не знаю, это военная тайна, наверное, но тем не менее. Машина Минобороны, насколько я думаю, там давно не едет. Ну, давно уже. Ну, там бог пост стоит. У меня такое ощущение, что действительно просто люди, которые ремонтируют наши дороги, делают задел на будущую свою работу. Извините. Ну, возможно, обеспечивают эту соберевоту. А вот если говорить о жалобах, которые поступают тебе, как депутату Краевой Думы, обычно идут жалобы, ну, ведь не только с Красной Речки, да, вот, наверное, со всего. Давайте посмотрим, да, перейдем сразу уже к видеоматериалам. Собственно, мы почему Соню позвали, потому что она нам рассказывала за дружеским чаем, что к ней чаще всего по поводу именно состояния дорог обращаются избиратели. Ты знаешь, если вот уж на то пошло, то сегодня у нас хит, потому что я так полагаю, что медицинские работники сегодня получили зарплату, и завтра будет то же самое. И сегодня обращение хит, это почему водителям скорой помощи всем без исключения доплатили необещанное минимум 10 тысяч, а 200 рублей. А, даже так. Интересно. Ну, я думаю, сейчас будет еще по обращению. Это отдельная тема для разговора, просто вам ее сейчас сообщают. Да, давайте на следующей неделе обсудим. И, кстати, тоже жалоба от водителей скорой помощи. На улице Айвазовского находится подстанция скорой помощи, там есть здание, там есть выезд. И вот когда скорая помощь выезжает, водители, опять же, они постеснялись рассказывать это на камеру, но они оставляют вот на этих дорогах все подвески свои и говорят, если сейчас тренд помогать медицинским службам, помогать врачам, то, может быть, вот эти 500 метров улицы Айвазовского можно хотя бы отсыпать. То есть помогать не только масками, но желательно дорогами тоже. И не только, да, контролем и прочими там мероприятиями контрольно-надзорными, а вот действительно привезти туда хотя бы гравийку и отсыпать вот эти ямы. Я, пользуясь, да, эфиром, показываю сейчас эту дорогу, потому что это, как мне кажется, может быть, быстрее подтолкнет. Там буквально 400-500 метров этой дороги. Вы знаете, что при подъездах больницам такого нет, потому что тут уже с пациентом везут, и тут любая, наверное, лишняя вибрация, она может быть фатальной, в принципе, для человека. Ну, вот, пожалуйста, городские власти, если вы действительно заинтересованы в том, чтобы помочь медицинским нашей службе, обратите внимание на дорогу. У нас телефонный звонок, обещали высказаться дать всем. Ольга Федоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Мы вас слушаем. Почему у меня такой вопрос? Почему прекратили ремонт, ремонтные работы по улице Краснореченской? Ну, да, действительно, это очень такой большой вопрос. Я просто, не то, что я отвечу за городские власти, но я просто интересовался этим вопросом. Там действительно нужно было пересматривать смету, потому что какие-то коммуникации нашлись, они были смету не включены, и в результате пришлось переделывать всю смету. Ну, если честно, это было первым вопросом в списке вопросов, которые мы передавали в мэрию, когда ждали в гости начальника управления... Дорога. Дорога. Да, 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 да. Но, к сожалению, он к нам не пришел. Потом нам передали, что дано указание к нам вообще на эфир не ходить. Мы вас приглашаем. Приходите. Может быть, вам есть что сказать. Наверняка есть, что вы профессионалы. Мы всем даем возможность высказать. Может, мы не правы. Без проблем. Давайте посмотрим, что написали в социальных сетях. В социальных сетях пишут, дороги вполне сносные, а вот тротуары – это просто ужас какой-то. Даже в центре города тротуары на перпендикулярных улицам Ленина и Серышева разбиты. Ноги поломать можно. Почему, задают вопрос, не ремонтируют тротуары? Соня, может быть, у тебя есть на это ответ? Да, помнишь, мы как-то обсуждали в этой же студии, что, оказывается, тротуары принадлежат одному ведомству, дорога принадлежит другому ведомству. Мало того, на дороге разные слои разным ведомствам. Да, даже так как. Я знаю, что переезд железнодорожный может принадлежать одному ведомству, а дорога другому. И вот дорогу сделали, а переезд, и там всю подвеску можно оставить. Еще один звонок у нас телефонный есть. Здравствуйте, Виктор Петрович. Петрович. Мы вас слушаем. Алло. Да, да, мы вас слушаем, говорите. Алло. Да, говорите. Слушаем вас. Я хочу задать вопрос. То же самое. По улице Юности дорогу отремонтировали, асфальт положили, а тротуары даже никто и не тронул. Ну да, действительно, я с вами согласен, потому что недавно там был, и тоже есть вопросы. Зато, кстати, переезд, который вот там был через трамвайные пути, он стал получше. Надолго ли? Будем надеяться, что хватит его на большое количество. Можно я сейчас поумничаю? Я объясняю, почему тротуары не трогают. Потому что дороги, вот в основном, они все-таки принадлежат управлению дорог, да. А вот тротуары, там каждый участок принадлежит той организации, которую рядом находятся. А это может быть вполне и управляющая компания, да, насколько я понимаю? Ну да. Приводить в порядок их, да, должны те, кто рядом арендует какое-то помещение, и это тоже лоскутное одеяло. В принципе, следить за состоянием тротуаров, это должно еще одно ведомство. В общем, это должны уже округа, в общем, у нас много всего интересного. И, кстати, иногда тоже кажется, что дорога сделана, а потом раз, и почему-то она как по линейке заканчивается. Тут тоже есть интересные вопросы. Давайте посмотрим еще одно видео. Это улица Панфиловцев. Оттуда было много жалоб, там вообще очень интересная такая нумерация домов узлом, то есть вот 27, а следующий, по-моему, уже 45. Ну, в общем, как-то так. Ой, я там ездил недавно тоже. Вот вы сейчас, да, видели первый план, так вот, согласитесь, это не двор. По поводу вот этого отрезка пути я уже написала в мэрию и даже получила ответ. Ответ меня просто за подписью господина Щеновского меня просто очень удивил. Что же написал? Что собственники жилья не принимали решения ремонтировать ремонтировать эту дорогу? Ну, извините, пожалуйста, это не двор. Ну, это не придомовая территория, нет знака, что это двор. И почему тут, собственно, не жилья должны принимать решения? Слушайте, а я понял, почему Краснореченскую перестали ремонтировать. Потому что жители улицы Краснореченской не написали, что им надо ремонтировать. Ну, подождите, давайте будем честны. Я недавно проезжал по Краснореченской ради интереса. Там хотя бы ленты повесили оградительные. Видимо, работы скоро начнутся. Но мне очень хочется, во всяком случае, в это верить. И ямочный ремонт там сделали. Там был участок между Суриково... То есть там были ямки? Ну, там ямища были. А сейчас там лежачие полицейские. Ну, нет. В принципе, нормально. В принципе, пока можно проехать. Давайте будем честны абсолютно. Хотя бы ямочный ремонт сделали. Еще один звонок у нас, да? Да. Нина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. У меня такой вот вопрос. Дороги, конечно, у нас ремонтируются хорошо. И сейчас и приятно по городу проехать. Хорошо. И в сторону Красной речи. Хоть кто-то похвалил. И все-таки изменения большие. Но у меня высокий такой вопрос. А кому принадлежит частный сектор? Там разве не люди живут? Также пенсионеры рабочие под оготный налог платят. У водителей транспортные налоги. Ну, посмотрите, какая страсть. Ведь ни по одной улице нигде не пройти. Возьмите, вот, когда с Пионерской улицы туда на Алюторскую, на Красную речку, вот, на Барнаульскую поворачиваешь. Эти пески возят. Вы абсолютно правы. А сейчас вне сектора. Там разбили все. Там вот как с Пионерской поворачиваешь. Там вообще невозможно ездить. Мы вас поняли, да. Но дороги в частном секторе. А вот здесь, действительно, чья ответственность? Это муниципальные трассы? Это трассы, которые принадлежат непосредственно владельцам домов? Да? Или как-то какое-то общество, может быть? В чем-то и дело, владельцам домов не принадлежит так много земли, как хотела бы представить мэрия, на самом деле. То есть, и вот эти участки, которые подходят к домам, это, да, это может быть там уже какая-то там другая часть улицы, но это не дворовая территория. Вы знаете, меня очень показали... Частные дороги, вот эти между... Точнее, в частном секторе, не частной дороги, у нас нет таких, они все муниципальные. Почему до них не доходят руки, я не понимаю, но с другой стороны я вижу, и вы, наверное, тоже, дорогие мои коллеги, когда один и тот же участок дороги, например, там та же улица Калинина, та же улица Запарина, ямочный ремонт каждый год. Я хочу показать одну, один участок дороги, где каждый год практически, если верите автору видео, ремонтируют одну и ту же яму. Можно видео под названием «Яма» показать? Вот на улице Целинная, рядом живыми домами, вот такая ситуация. Вот с этой ямой, как только не борются, постоянно что-то копают, что-то меняют. Это второй Хабаровск. В итоге годы идут. Ну да, примерно так. А яма остается прежней. Ну, типичный пример, кстати, у меня практически центр пересечения Серышева и Запарина. Там в одном и том же месте каждый... Калараш, Королёва, в принципе, тоже первый из районов. Вы знаете, я на это хочу прочитать комментарии, которые написали наши телезрители. Иришка пишет, считаю, что за качество дороги должны отвечать дорожники, которые сделали этот участок дороги, и они должны давать гарантию, к примеру, на 5 лет. То есть, если в течение 5 лет с этим участком что-то случается, они должны сами переделывать это за свой счет. Да, и, кстати, действительно, тут очень много таких моментов, и зачастую гарантия-то есть, но почему-то ничего не ремонтируется. Хотя, я помню, год назад еще при бывшем начальнике управления дорог бравировали о том, что где-то на базе КАФ сделали дорогу, она была некачественной, и подрядчику за свой счет, видите ли, бывает переделать... А тем не менее, гарантийный срок действительно есть. И есть подтверждающие этот документ, я сейчас не готова там назвать номер. Может быть, юристы тогда в администрации не учатся? Но это все есть. Вопрос, опять же, да, без ответа. Почему? То есть, никто не говорит там, все, сделал плохо дорогу, давайте посадим в тюрьму. Нет, пусть просто ее сделает хорошо. Но не за дополнительные деньги. Мне не совсем нравится, что у нас обсуждение все в одну сторону. Нет доводов как бы противоположных. А противоположная сторона это какая? Мэрия? Так она отказывается от визитов в студию? Ну да, нет, просто я представлю себя мэрией. Я могу возразить, что я был во многих городах, в принципе, в Хабаровске дороги по российским меркам неплохие. Ну, тут я согласен. Я был в Сочи, причем тогда, когда там как раз строили объекты Олимпийских игр, да, и даже в тот момент, когда там вбуханы были миллионы денег, в принципе, мне казалось, что в Хабаровске дороги лучше. Я же не говорю про Таганрог, где я был тоже не так давно, но вот там... Занесло тебя, конечно. Ну, с другой стороны, Слава, это то же самое, о чем вот мы сейчас-то будем говорить, что мы, скажем, в России сложная экономическая ситуация, а ты мне ответишь, а в Сомали еще хуже. Понимаешь? То есть мы платим налог здесь, мы выбирали, опять же, эту исполнительную власть, поэтому мы и говорим, почему такие у нас дороги. Это первый вопрос, а второе, почему она не хочет эта власть прийти и действительно вот разложить все карты, объяснить, почему такие сложности. Ну, все-таки давайте скажем, что есть в Хабаровске хорошие участки, это лейтенант Тарлова, это Павла Морозова, Выборгская. Нет, ну пионерская неплохая. Пионерская неплохая. Карла Маркса, особенно в части Муравьева-Амурского. Подождите, подождите, Муравьева-Амурская ужасная дорога. Да, мне тоже не нравится. Мне пешком нравится. Нет, ну пешком, конечно. Знаете, вот вы тут рассуждаете, перечисляете улицы, а у меня в одном комментарии ответ на все. Даже центральная дорога вся просела, на мостах все швы разбиты. Кстати, Ленинградская развязка. Да, да, да. Собственно говоря, считаю, что вот эти вот все швы будут до тех пор разбиты, пока там не произойдет какой-то серьезной аварии, хотя аварии там происходят. Про жилые дороги говорят вообще слов нету. Такого ужаса давно не было на улицах бывшей столицы. Слушайте, ну у нас ямы в Амурской области. Мост через Зию срочно перекрыли, потому что он не отвечает никаким требованиям безопасности. В свободном там было обрушение, поэтому там мосты рушатся, а у нас всего лишь явно. Сплюнь его, сплюнь. Ну что, наше голосование, в принципе, только началось. Еще у вас 40-45 минут, чтобы проголосовать. Пока что вот... Пока что с явным отрывом лидирует мнение о том, что дороги в нашем городе за прошедший год стали только хуже. Но, тем не менее, может быть, сейчас подключатся к нашему голосованию именно те, кто считают, что дороги стали за этот год лучше. Посмотрим. Ну, или, по крайней мере, по российским меркам. Они не такие уж. Ну, это да. Ну, в общем, можно мне еще в очередной раз сказать, что мне кажется, для понимания ситуации не надо отписываться, не надо писать вот эти вот на все, допустим, депутатские запросы, отписки про то, что жильцы сами виноваты, или кто-то это должен сделать. Другое нужно прийти в студию и ответить на все вопросы. Вот. Мы не враги, мы живем все в одном городе, поэтому об этом нужно просто говорить. Это было мнение Суфии Епифана и депутата Хабарской Краевой Думы. Спасибо. Да, а мы продолжим за рекламу. Субтитры сделал DimaTorzok